UX дизайн банана. Идеальные кнопки для оплаты. Статистика браузеров, которая на самом деле имеет значение. Статистика погнали. Ты знаешь, Саня, я вот недавно подрубил просто рандомный наш подкаст из старенького. Я его подрубил, не знаю почему, то ли ты скинул какой-то комментарий оттуда, то ли я просто уже, не знаю, был пьяный, подрубил старый подкаст. И понимаешь, в чем дело? И мы там с тобой были адекватные, быстро разговаривали, общались как-то, знаешь. Ну то есть у нас была какая-то нить, мысль разговора, она не терялась. Но я просто понимаю, что мы действительно деградировали. То есть мы добились той самой цели поставленной, которая была. Мы пришли к этому самому дзену, деградзену. Потому что тогда у меня даже не было пауз между словами, а сейчас я просто... Вообще, ты как сказал нить, я сразу вспомню миф про нить Ариадны. Ты помнишь про нить Ариадны? Да, но я не помню, в чем миф-то главный заключался. Миф в том, что Ариадна дала Тесею, царю Афин, эту нить, для того, чтобы он поехал в лабиринт, который на острове Крит был. Так. Мочканул Минотавра, а нить он раскидывал за собой, чтобы потом выйти обратно из лабиринта. Я только Егора Крида знаю. Там Крит. Ну, я понимаю. Те Тимур. Именно вот Тимур почему-то хочешь сказать. После Егора Крида. Да, да, вот черт. Ну ладно, ладно. Ты разгадал меня, да. В общем, не теория Ариадны наш сегодняшний подкаст простилается. Как вы уже догадались, это проект Ювеб Дизайн, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 135. Сегодня у нас какое-то там восьмое, девятое. Стоп, нет, сегодня восьмое. Просто девятое, потому что уже 12 ночи. Тупо не было две недели у нас. Да, тупо не было две недели. С восьмого на девятое мы записываем этот подкаст. В Челябинске уже пять минут первого по... По Челябинскому, опять же. А вам не вдомек, что мы в Челябинске живем по Челябинскому времени? Не как вы-то мы себя в Питере по московскому, а вот нормально по Челябинскому живем просто и все. Но вообще, вообще, мы с Никитой договорились... На перегонки подкасты. Да, во-первых, подкасты на перегонки. Кто меньше пауз между словами сделает. Во-вторых, мы договорились за полтора часа подкаст этот сделать. Да без проблем. Давай еще легко. Две минуты уже с половиной прошло. Ну давай. Биткоин все-таки разделился на две самостоятельные урипьё валюты. Почему урипьё? Ну это крипто. Это опечатки просто у Коли Ракеты. Угу. Урипьё валюты. И я, Никита, спрошу тебя после того, как сделаю краткий обзор вот этого всего, какую бы ты из этих двух валют выбрал? Так, а эти две валюты-то какие? Просто скажи нашему... Биткоин оригинал, я бы даже сказал OG. Так. Ну просто биткоин. И биткоин кэш. Новый теперь. Знаешь, я бы хотел сначала ответить биткоин оригинал, потому что прикольно оригинальный, ты такой знаешь, типа олдфаг. Так, так. Но потом я понимаю, что возможно олдфаги, они сейчас копейки там кушают, а те, которые пересели вот на новый свеженький кэш, вот этот вот, они, возможно, сейчас как раз богачи. Поэтому я выберу второе. Вот есть такое выражение, неправда твоя. Вот неправда твоя. Почему, почему? Ну потому что все ровным счетом наоборот. Мы еще в прошлом подкасте, то есть две недели назад, предупреждали вас, что будет разделение биткоина 1 августа, потому что размер транзакций превысил все мыслимые и немыслимые пределы. Я... Нельзя было так больше жить. Быстренько сделаю ремарочку. Не понимаю, почему Саня поставил это первой темой. У нас подкаст про веб, как бы. Ну, про веб, про технологии, про всякое. Но, Саня, первая тема поставил тему про криптовалюту. Вы не уходите, пожалуйста. Я просто вас держу за хвост. Мы просто обещали держать в курсе. Мы в прошлый раз прям сказали, что вот в следующем подкасте как раз, скорее всего, уже будет известно. Вот известно. Ну давай. Алгоритм, который Segregated Witness, SegWit2x, хотели внедрить для того, чтобы уменьшить количество блока. Никто его не принял. Его многие китайские пулы поддержали, но другие китайцы его не поддержали. А там китайцы с китайцами спорили. Только китайцы, что ли? Да. Потому что другие люди не имеют веса в этой гонке вооружений биткоиновых, в этой гонке ASICS, ферм из ASICS. Короче говоря, биткоин кэш появился, размер блока у него 8 мегабайт. Разделение произошло на блоке 478 и 558. Я считаю, это отличное название для Metalcore альбома. Номер 478 и 558. Согласен. Даже такого вообще прям какой-нибудь пост-хардкор. Пост-хардкор, да. Согласен с тобой. Маткор, я думаю. Ну нет, маткор уже не будет за душу брать. А пост-хардкор, да, еще будет. Так вот, катастрофа или нет? Суть в том, что разделился биткоин, и весь основной блокчейн, он у них одинаковый. То есть разделение произошло вот на этом блоке, и следующий блок уже 478, 559. У этих двух валют разный. Соответственно, изначальный биткоин, как изначальная земля, он сохранил свою капитализацию, он дорогой. То есть оригинал. Он, да, он даже умудрился скакнуть до трех косарей там в какой-то момент. Хотя вот сейчас я смотрю, и не было такого скачка. 2900 был скачок. Или три косаря, это мы-то сейчас уже в будущем. Новость-то старая, а мы-то уже в будущем. По-моему, сейчас он уже до трех косарей скакнул. Ну, можно округлить, в принципе, 2900, 3. Ну, да, в общем, его немножечко, как бы это по-русски сказать, и не матюгнуться. Пидаразит. Вот. А тот, который кэш? А тот, который кэш, он стоит 300 долларов. И больше не будет. Прыгал до 700, снова упал, сейчас примерно 500. Нет, а ладно, хорошо, может быть это, а может быть майнить сложнее, например, оригинал. Как-то? Парадокс в том, что майнить их одинаково, сложность одинаковая, блокчейн одинаковый по размерам. Но биткоин кэш при этом очень маленькое вознаграждение, с учетом того, что сложность та же самая. И вот майнить биткоин кэш, это уже имиджевое мероприятие стало в какой-то момент. Его никто не хотел поддерживать, и вот там был единственный пул, сейчас скажу, как он называется, про скролли, MC пул, как MC Hammer. Опа. Вот они изначально майнили биткоин кэш и кичились этим. Типа, а молод, крутые, мы будем майнить биткоин кэш, и только мы будем за него отвечать, и вообще да. Потом они этот вопрос замяли, официально они его уже не майнили, но мы-то по блокчейну видим, что они его все еще майнили. На что надеяться, непонятно. То ли на то, что он все-таки скакнет, то ли как-то, ну, просто размещают все свои, так сказать, накопления в разных инструментах и так далее. То есть, ну, наверняка есть у них какие-то мысли по этому поводу. В общем, непонятно, зачем сейчас майнить биткоин кэш, но кто-то работает на перспективу. Вдруг бомбанет, вдруг как-то там и так далее. Все эти законы рыночные, они и здесь, как бы сказать, имеют место. Поэтому, если у вас дома куча асиксов и 10 тысяч магнитов на счетчике, чтобы энергосбыт не узнал про вас, так, то напишите нам, майните ли вы биткоин кэш ради имиджа или продолжаете майнить дефолтный биткоин и жить в хэне дуть. Отлично. Вот это, вот это ты выпалил. Вот это тема. Так. Я прям, вот мы обещали держать в курсе и мы держим. Ну. Уже не в курсе, а просто держим. А сейчас, кстати, будет уже дизайновая тема. Сейчас, да. User Experience банана. Вот WalkMe Team на своем блоге рассказали о том, что вот если нужно к чему-то стремиться в User Experience, нужно стремиться к тому, чтобы вот быть как банан среди фруктов. Банан среди фруктов это идеальный фрукт, по их мнению. Потому что у него идеальный UX. Мне сразу же это чем-то фрейдистским отдает, так сказать, какими-то теориями о письке. Слушай, я вот два раза читал эту новость. Один раз днем, когда ее нашел и один раз вот сейчас, когда готовился и ни разу не возникло мысли. Ну ладно, меня тоже, я если честно... Я друг рассказал только. Ну я понял, да. Продолжаю. Окей, банан, то есть он почему-то исключительный, так почему он исключительный? UX, я напомню, это то, какие эмоции испытывает человек, когда пользуется продуктом. Вот здесь на самом деле говорится не столько, ну не только про UX, но и про юзабилити. Мы знаем разницу, все наши постоянные слушатели, подкасты и зрители, что юзабилити это то, насколько удобно и интуитивно понятно пользоваться продуктом, а UX это то, какие эмоции он у тебя вызывает при использовании. Так вот, здесь разбирается банан практически по составу, что вот если какой-то фрукт и действительно, так сказать, изобретен матерью природы, то это банан. Потому что вот он идеален во всем. Первый, его цвет всегда нам отчетливо говорит о готовности, так сказать. Так. Ну сам подумал, когда он зеленый, ты точно знаешь, что он еще не созрел. Ну есть сорта зеленые, но мы не берем, да, какие-то исключения. Ну слушай, ты серьезно хочешь мне сейчас сказать, что есть сорта, которые зеленые, это зрелые. Ну да, какие-то, ну типа да. Ну допустим, мы оставим это вот эти хипстерские наклонности наши и вернемся только к обычным, классическим. как оригинал бананы, как биткоины. Не бананы кэмны, а просто бананы. Оригинал, да. Вот желтый, так сказать, спелый, ну и коричневый, когда уже все, до свидос, только на смузи пустить. Ну да. Поэтому вот он очевидный по виду и это добавляет, так сказать, к юзабилити. Это не очень UX, потому что по факту, ну хотя опять же, ну да, ты испытываешь определенные эмоции, когда точно знаешь, какой цвет, ты знаешь, чего ожидать, у тебя нету негативного опыта по поводу того, что целился в пятку, а попал в нос. Ну окей. Так вот, банан может быть везде съед. Почему? Съеден. Съед это я что-то уже не знаю. Банан мобильный, кожура толстая, ты можешь его просто кинуть в сумку, оно у тебя не развалится. Нет, не будет такого, что ты опёрся на спинку своего рюкзака, придавил помидорку между скамейкой и спиной, и всё, у тебя до свидос, прощай, твой блокнот, твой малескин любимый. Банан достаточно сложно вот так взять, надавить, то есть, конечно же, можно, но кожура у него достаточно толстая, она его защищает от всяких подобных вещей. Бананы, они не создают беспорядка, то есть нельзя надкусить случайно банан, облиться, обосраться, обгадиться, убирать потом весь стол, одежду менять и так далее. То есть, опять же, ты можешь по неуклюжим дуракам кончик банана себе уронить на футболку, и у тебя даже будет какое-нибудь такое углеводно-жирное пятно, по факту банан не очень жирный. Я тогда боюсь представить, что ты сделаешь с арбузом. Да, если ты кусочек, кончик банана себе уронишь на футболку, то со всем остальным у тебя просто нет шансов вообще. Бананы, написано, легко едятся, потому что даже, говорит, никаких семян в нем нету. Ты просто берешь, жираешь и все. То есть, ну да, понятно, что нужно содрать кожуру, это, опять же, тоже очевидно, но ты его просто ешь и не паришься. На самом деле, вот, ко мне это не подходит, потому что я вот виноград жру с косточками, арбуз жру с косточками, мне это даже не нравится. Кто-то мне скажет, что у меня из-за этого аппендицит будет, ну, значит, и поди лом мне. Тьфу-тьфу-тьфу, потому что... Так нет, просто, понимаешь, из плюсов-то минусы растут, опять же, если мы говорим о том, что легко хранить банан, соответственно, его и чистить не так-то просто. Как бы вот, как ты почистишь банан, ну, вот банан у тебя, реально. Ну, слушай, здесь это тоже сказано как плюс, что ты можешь ногтем сковырнуть верхушечку. У тебя будет весь ноготь в говне. Ну, это ты всего лишь вот так пальчиком пальчик сделаешь, скинешь это все на футболку товарищу, и все. Кроме этого, бананы широко распространены. Ну, давай, так, они ведь реально везде есть. Ну, везде. В Европе, в Азии, у нас, в России. Да. А у нас Россия, она вне Европы и Азии. Вот Россия, есть Европа и Азия. Ну, так и есть. Просто по факту все равно банан не вырастешь, например, на участке своем. Ну, да, но, значит, они растут достаточно обширно, чтобы их везде, и их, опять же, легко транспортируют, так что они есть, в принципе, везде. Причем, опять же, людям-то невдомек, что их транспортируют зелеными как раз. Ну, это сорт, во-первых. Сорт. Транспортируют. Во-вторых, просто зеленые, чтобы они пока ездили, созревали и так далее. Если мы говорим о составе, то только банан из фруктов содержит в себе аминокислоту триптофан. А, это когда я вот вечером-то закинулся триптофаном? Вот, да. Ну, тут еще витамин B6 полирует сверху в банане. Так. Это все производит серотонин. Серотонин, это у нас гормон радости. Я обычно после бананов серотонин произвожу. Если много, слушай, выброс прям происходит. Но это не единственный фрукт, который серотонин, на самом деле. Мы вот уже упрямили. Если много, если честно, если любого фрукта будет серотонин. Ну, кроме арбуза. Там какой там сатанин? Там песин будет, просто и нормально. Ладно, все. Это зашло слишком далеко. Продолжай. В конце, вот здесь написано, что у бананов также есть пасхалка, то есть фича. Если надавить именно на кончик, то он прям вот берется и выплевывается. У тебя прям вот по правилу третей. Не пробовал ни разу надавливать на кончик, честно признаюсь. Вот авторы сравнивают это с Google Easter Eggs, Google пасхалки, что вот ты как бы вроде не ждешь, но если ты на них набрел, тебе это доставляет удовольствие. Не буду спорить. Вот здесь происходит дальше сравнение с другими фруктами, но мы его, в принципе, уже с тобой сравнили. Здесь тоже про арбузы говорят. То есть это разговор только среди фруктов, правильно? Ну, конечно. То есть я не могу сейчас сказать, а что это ты мне огурец, например, не говоришь? Или гречку. Ну да, да. У гречки ведь больше плюсов, чем у банана. Ну это несомненно, я согласен. Или сало для кого-то. Еще больше и у куриса. Если много риса сажать, вообще серотонина не будет. Не сможешь, не сможешь выделить серотонин. Вот, да. Давай пару слов просто о банане еще. Ну, наши с тобой. Я еще последнее скажу. Перед нашими с нами здесь классная гифка в таком достаточно стиле олдскульном. Да, вижу. Там банан потеет сначала, а потом все-таки хоп и разделяется на три. Ну, то есть здесь есть какой-то намек все-таки на что-то, да? Или нет? Ну, я не хочу об этом думать. Я не находил. Пока ты мне ничего этого не сказал, я ничего не знал. Мне очень понравилась статья, на самом деле. Прикольные факты. Подожди, а вот ты-то сам бананы ешь? Да, я абсолютно. Я тоже. Абсолютно. Только дай мне бананы, я его хоп сразу. Клево он тебя не кормит, дай бананом покормить. Да. Ну, а вот по вкусу, на самом деле, вот я раньше думал, что он белковый. Ну, хрен-то там, там одни углеводы нахрен. Просто он сладкий, все, ты сожрал, тебе прикольно, у тебя серотонин и все. Ну, то есть... Но он, опять же, и сытный. Много ты его не сожрешь. Не съешь. Вот больше двух бананов, два банана я и то уже на спор буду жрать. Три банана уже только за миллион биткоинов. Ты можешь его добавлять хоть куда, кстати? За миллион биткоин кэши не соглашусь. Ну, не, молочный коктейль банановый, это круто. Да хоть что, ты можешь в эту, в кашу беспонтовую добавить и хавать. А? Ну, слушай, я не знаю, какие каши беспонтовые. Ну, какие-нибудь, ну, эти как их. Да любую, ты можешь даже в рисовую кинуть. Ну, ладно, не будем растекаться. У нас уже 16 минут подкаста прошло. Да, давайте сразу же перейдем к нашему классическому блоку, который я тоже абсолютно быстро расскажу. Все уже знают, только какой-нибудь один только новичок сегодня сидит и думает, что они несут, биткоины, бананы. А кроме того, что у нас все вот это, сейчас мы происходим, кроме вот этого подкаста, у нас еще есть сайт eobesign.ru, на котором можно оставлять темы к следующему подкасту, который мы, скорее всего, рассмотрим, если она будет интересная, нам понравится. Заходите на eobesign.ru и справа, если вы с компьютера зашли, справа в сайт баре будет темка для ваших темок. Если вы зашли с телефона, то там внизу просто кролите и найдете, и не ошибетесь, я думаю. Потому что я помню, были какие-то у кого-то претензии, что вот если я зашел с мобильного, то что где? Если вы зашли с мобильного, то с самого внизу. Да. Потому что с мобильного вы вряд ли будете предлагать темку. Объясню почему. Потому что вам надо ее в буфер скопировать, как минимум ссылку. На телефоне это не очень удобно делается. Ну то есть, опять же, я и не такое на телефоне еще делал. Ну, само собой. Вот. Но это не самый типичный экспириенс, который вы хотите получить на телефоне предложить темку. Что? Как? Поэтому внизу. Кроме этого, кроме этого, можете зарегистрироваться, там же у нас на сайте, тоже в сайтбаре, чтобы удобнее оставлять темы каждый раз, каждому подкасту. самую классную тему оставили и пошли на работу, например. Кроме этого, у нас есть канал в Телеграме и группа в Телеграме. То есть, мы в принципе Телеграм Гай, если что. Канал в Телеграме вам дает, так сказать, общение, а группа... Слишком шутка очевидная. Хорошо хоть не Телеграм Гей. Да. А группа вам дает новости прямо вам в Телеграм, новости проекта. Да, там не только наш контент, там иногда фоточки, иногда речи. Все это можно, на самом деле, найти в youwebizign.ru slash contact, да, по-моему? Или slash about? Slash about, да. Там есть все эти ссылки, все социальные сети. Выберите, на что подписаться, обязательно это сделайте. Stay in motherfucking touch. Да. И у нас есть стикеры на вашей ноутбуке. Их все еще очень много. Все еще хочется, чтобы вы их быстрее все купили, и мы сделали уже новые стильные стикеры, еще более стильные. Эти и так стильные. Теперь я помню, кто их должен сделать. Чувак с ником Solid. Он обещал уже в Телеграме сделать пиксель-артные новые стикеры. Мы его качнем за базар прямо после подкаста. Да, стикеры заказываются у нас в группе во Вконтакте vk.com slash youwebizign. Все, вот такой вот обычный наш блок, классический. Александр Блок, переходи к дизайну. В дизайне у нас первая темка от пользователя с ником Knuckles и Hidna. Knuckles это кастет. Ехидна это ехидна. Очень такой хипстерский, я бы сказал. Что? Непонятно. Ник? Привет, ребятки. Спасибо за прошлый подкаст. Санин Бенефис был на высоте. Я когда это перечитывал, я вспоминал, ржал. Потому что на самом деле мы вот записываем подкаст, и он у нас выпадает благополучно из памяти, потому что мы это делаем уже сами непонятно в каком состоянии. Потому что 20 минут первого ночи. Вот да. И особенно шутки в сторону фронтендера. Предлагаю пару тем. Ну, я первую тему из этих выбрал. Ну, просто потому что зачем обе рассматривать? Вот так вот ты к Knuckles и Ехидни, да? То есть вот взял и вместо двух взял и обрубил ему, да. Представляешь, это как вот просто две девушки, ты одну какую-то выбрал. И ты выбрал, причем какую-то дизайновую получается? Или они обе дизайновые? А вторая UX-овая. Вторая UX-овая. То есть фронтендер, между прочим, на это прокомментирует, что ему тоже понравилось. Перед глазами до сих пор два огромных кролика из Петросяновского шедевра. Я даже прям опять же вспоминал. Ну, я думаю, это никто не помнит. Было давно, две недели назад. Давай, что там? 7 Famous Design Hexgate. 7. 11. Никита, на самом деле, забивает паузы, пока я зеваю. Я стараюсь. У нас гениальный тандем вообще. Мы прям вот... Нам только на радио вместе работать. Здесь нам на сайт-пойнте Надя Хоя. Вот такой ник. Слушай, это случайно не родственница Юрия Хоя, который в секторе газа исполнял песни? Она Head of Marketing в Van Geek Infographic Maker. Ну, по-моему, нет, все-таки не родственница. Окей, так. Так вот, и она нам пишет о том, что вот есть такая франшиза «Звездные войны». Есть. И на самом деле самый первый фильм, у него бюджет всего лишь 11 миллионов. Доллар. При том, что собрал, да, он 700. Нормально. То есть в среднем в 70 раз больше. И не было возможности изначально у Лукаса Поставить Лукас. Ну, это я так. Делать супер какие-то эффекты. Короче, полный CGI и не мог он тогда еще сделать. Ему приходилось обходиться практически столовыми приборами. Вот тем, что Бог послал. И семь вот примеров, так сказать, они выбрали, которые мы можем как хорошие UX-дизайнеры подчерпнуть из его фильмов и применить уже непосредственно к нашим интерфейсам, к нашим продуктам и так далее. На самом деле говорят про A New Hope здесь в самом начале, а примеры-то они из всей оригинальной трилогии. Про новую трилогию уже никто не говорит, потому что там уже никаких хаков, там уже просто полный CGI и все, и ничего интересного. Мне, кстати, вообще, если мы сразу будем говорить о своем мнении, мне оригинальная трилогия в 10 тысяч миллионов раз больше нравится. Окей, окей. Я здесь я тебя байтнул на то, чтобы ты мне сказал, да не, да ты, да не знаешь, ни хрена. Не, я не буду спорить, что оригинальная трилогия суперламповая, но я не буду говорить, что остальная, ну вот эта новая трилогия, она плохая, так сказать. Вот мне, например... Не, она не плохая, она прям даже жуткая, и да. Первая и вторая часть мне нравятся, на самом деле. А третья, она прям грустная, она прям драма. Да. И, ну ладно, мы не будем далеко, опять же, уходить. Так вот, какие инструменты у нас были на тот момент у нас, во-первых, у Лукаса? Ну, например, они делали модельки в маленьком размере, близко их снимали, типа это большие вещи. И на самом деле, так до сих пор очень часто делается. В четвертых пиратах Карибского моря так корабль взрывали, взрывали модель, снимали, будто бы гигантский корабль взрывали. Ну, также примерно во Властелине колец снимали размеры Фродо и Гэндальфа. Гэндальф там огромнейший просто, хотя он и так огромнейший актер, а Фродо и так маленький. Ну да, но они усугубляли это еще и так далее. Ну, в общем, там у них были и кукольные всякие штуки и вообще. Первый хак глубина. Как глубину фейкили в Звездных войнах? Точнее, как ее использовали? Вот три фона был. Передний, задний и непосредственно действующие лица. Вот если взять классическую сцену на Татуине, где С3, ПР2, Д2 только что десентировались в капсуле и начинают искать, думать, куда идти. Вот капсула и задний фон, это был отдельно статический фон снят. Он тоже был снят, так сказать, как видео, но отдельной дорожкой. Второй дорожкой был снят песок спереди и третьей дорожкой были сняты сами чилобурики. Я их именно так буду называть, дроиды. Это нам добавляет такую глубину, которая прям вот, я не знаю, Никита, ты был в пустыне? Нет. Не обязательно быть в пустыне, достаточно жаркий день, ты смотришь, вдалеке Марьева у тебя и все объекты будто бы статичные, то есть ты понимаешь, что вдали машина, но она как будто бы стоит и не двигается. Я думал, ты скажешь про эффект, когда кажется, что вдалеке вода. Ну, это понятно, это детское лепет, в смысле, вдалеке вода и вот этот палец, вот я сейчас буду вот это двигать и это я палец у себя отрываю. Ну, окей, хорошо, машина стоит. Вот, и здесь также капсула, вот я просто помню даже в кино, действительно, когда вот в блюрей-качестве ты смотришь, это прям вспоминается, что ты смотришь на дроидов, они разговаривают, двигаются, а капсула вдали, она вроде бы статична, хотя вот они вроде бы недавно от нее отошли, и мы прям, блин, нихрена они далеко уже отошли, это они минимум там в километре уже от нее стоят, потому что она уже не движется, уже Марио там и так далее. Вот они прям добивались этого, хотя всего-то сняли три кадра отдельно, получается, да? Даже не шесть кадров. А мне вопрос, на самом деле не будем сильно углубляться, просто вот твое сейчас быстренькое мнение такое, как они вообще-то в то время, твою мать, делали три вот этих фона, они еще склеивали пленку? Ну да. То есть прям реально резали на шлях сами? Монтаж был, да, монтаж того времени, я считаю, что и не такое делали еще. Офигеть. Вот это труд был. Кубрик еще раньше до этого, там монтаж какой-то делал. Да понятно. Так что Лукас. Вообще это типичный параллакс, когда несколько фонов движется с разной скоростью, потому что типа один далеко, один близко, с ощущением объема. Короче говоря, Джордж Лукас уже тогда делал параллакс. Ну может быть не он, может быть его кино художники. Ну там была студия, да, которая делала ему. Второе использование не контраста, причем даже не цветового контраста, а контраста, так скажем, размерного. И здесь уже кадры из шестого эпизода, из Return of the Jedi, Возвращение джедая, когда была вот эта баржа Джаббе Хатта, походная, и маленькая-маленькая такая баржа, которая везла наших пленников. И нам здесь умышленно показывали, что они мизерабл, по сравнению с самим Джаббой, он весь такой охрененный, у него вот такая баржа гигантская там. И нам вот это показывали, чтобы подчеркнуть его значимость, подчеркнуть то, насколько безвыходная ситуация у наших героев, хотя опять же, вот это ни в какое сравнение идет с третьим эпизодом, который реально натужен смотреть, когда выполняет приказ 66. Здесь ты стопудово знаешь, что победит добро, вот уже прям смотришь, шестой эпизод, но это все равно достаточно сказочно так и ня-ня-ня, и ми-ми-ми. Согласен, согласен. Намотив 6 кадров. Ня-ня-ня-ня-ня-ня, ми-ми-ми-ми-ми. Понимаешь, это из-за того, что все картонное. Мы поэтому не верим. Все какое-то, блин... В смысле, сами декорации? Ну да, но все какое-то такое. Ну, может быть, да, декорации тоже накладывают. Но вообще, опять же, вот фильм Дюна я смотрел, да, и там тоже все картонное, базару нет. А ощущение у меня было другое. Ты зверишь, что там харконины. Да, и отрейдосы. Что они враждуют, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому... А тут, ну, реально. Уже как-то не очень. Здесь, опять же, пример другого контраста, что вот есть инфографика Pfizer, это производитель Viagra. О том, что вот типа большой квадрат, это их выручка за 2005-2002, 2005-2005, точнее оборот. Потом 32 миллиона из этого выручка, миллиарда, простите, как я их принизил. И 2,3 из этого всего это у них штраф за то, что они рекламировали Backstra, это такой... Видимо, тоже Viagra. А, поинг киллеры. Не, поинг киллеры, отбезболивающие, которое ни хрена не было подтверждено там, какими-то инстанциями. К тому, что ты Вот прям понимаешь Насколько гигантский у них штраф Он в профит, прям вот он виден в профите И в профите поместится Ну там 15 Да хрен знает, по сравнению с ревенью Вот с их выручкой Ну так ревенью это же не выручка, это оборот А, это весь типа оборот Да, да, то есть ну Я тебя понял, я тебя понял Это нам просто как пример того, что контраст Он нам помогает масштабы понять Да, да, я просто хотел углубиться Что они все равно вон сколько заработали Ну нет, базару нет В минусе они не остались, но тем не менее Третье, использование негативного пространства Это классика вообще в нашем подкасте Опять же Та самая сцена в новой надежде Вот он стоит в C3PO1 И вот вокруг него гигантская пустыня И так далее, она нам помогает На нем сфокусироваться, она нам помогает понять Опять же масштаб всего происходящего Что он вот в пустоте Ну, less is more по Дитеру Рамсу Чем меньше мы используем детали Тем на самом деле больше мы можем этим сказать Как Здесь какой-то нелепый пример С пингвинчиком Линуксовым, не линуксовым Как это просто говно, извините Следующая перспектива И в перспективе важно понимать, что Ну, опять же Она нам помогает понять масштаб Здесь будут дальше вещи, которые похожи на перспективу Но PEPOS у них у всех разный Здесь у нас кадр из «Возвращение джедая» Реактор, в который кинули императора Вон он летит с молниями И нам важно понять, насколько масштабно это все было Что он реально в бездну просто улетел Никто не выживает от такого полета и так далее И, ну, здесь в тексте в самом написано Что кораблики там тоже из миниатюрок делали И так далее То есть, ну, не было тогда денег Прям все это делать на компьютере Причем, вот сколько я не смотрю оригинальную трилогию Вот не возникало у меня прям мысли Что, ой, фу, какие-то там модельки бумажные Фу-фу-фу Там прям это видно хреново и так далее Да не так это и видно Это прям Почему бы и нет Ну, перспектива Все, кто хоть какую-то художку закончил Знают, как там ее рисовать Туда-сюда, там вдаль все уходит Там какие-то пропорции Туда-сюда Ух ты, ё-моё У меня реклама виксовская запустилась Прямо здесь, на сайт-пойнте Пятое – это соблюдайте симметрию Симметрия нам помогает Сбалансировать дизайн То есть, вот, чтобы у нас не было Висяков каких-то Что слева все, а справа ничего Можно засимметричить И оно, во-первых, помогает нам заполнить дизайн А во-вторых, опять же, акцентирует внимание на том Что не симметрично Вот, например, на Чубайке Наши герои, они здесь в центре идут Кадр из «Новой надежды» Здесь четвертый эпизод Там один из финальных Когда их награждают В самом конце Лея их ждет в белом Она тоже не симметричная И вот они идут А все остальное – это как бы такой массив людей И на самом деле, если присмотреться Эти люди, они накопи-пастины По тебе пленку разрезали Видимо, да Кроме этого, directional cues Это подсказки, которые нам показывают направление Здесь подобно перспективе Перспектива нам показывает тоже Куда нашим глазам смотреть На что обратить внимание Но в перспективе важно Показать не направление А показать масштаб Показать, что вот далеко Вот много, глубоко И так далее А если мы говорим про именно Directional cues О которых здесь говорят Нам просто они нужны для того Чтобы сконцентрировать наше внимание На каком-то объекте В перспективе нет такого Что тебя перспектива ведет И в конце какой-нибудь домик или ангар Да насрать Тебе просто показывают максимально Что это гигантские там пустоши и так далее А здесь нам конкретно все лампочки Которые вот в этом вот проходе В типа пленном блоке Да, это вот Хотя нет Это Empire Strikes Back Это уже не четвертый эпизод Я не помню Куда это люк шел Ну, в общем, вот этот вот, так сказать Тоннель с лампочками Он нам нужен всего лишь для того Чтобы сконцентрировать внимание на люке Хоть он и не находится на фореграунде На первом плане Он находится где-то там на фоне Все равно мы смотрим только на него Эти подсказки нужны нам для того Чтобы показать, куда смотреть Мы можем по... Сразу здесь стрелка обведена Сразу вспоминаются обложки ютюбовские На которых красненьким кругляшком обведено И стрелочкой показано, куда смотреть И седьмой, последний хак Это repetition Повторяй ей мость Здесь кадры из шестого эпизода Return of the Jedi И куча штурмовиков Опять же на копипастинг, скорее всего Тот факт, что они такие повторяющиеся Нам показывают внушительность Армейки, да Да, о том, что это прям вот power О том, что все плохо И это как... Я не помню, когда там были В четырнадцатом году Или, может быть, даже в двенадцатом Или в каком-нибудь десятом Там были в Пекине олимпийские игры Вот когда там был китайский парад Мне тоже жутковато Там должны копипастин Их, да, их так там много было И они как-то так реально Воинственно маршировали Что мне жутковато Это было Ну вот так же делали Во Властелине колец Но из-за того, что он чуть позже снимался Вот вторая часть Хельмового ущелья Когда там орки нападают На саму вот эту хреновину На цитадельную Там только передние орки были Настоящими орками людьми, так скажем А сзади Там были все-таки CGI-ные накопипаченные чувачки Ну да Но репетишн нам тоже там позволял Создать внушительность Я прям Я обосрался несколько раз Как бы смотря Я такая, да Потому что я болел за орков Возьмут ли они или нет все-таки Да Здесь нам говорят Вот что в инфографиках Такое помогает Вот 49% американских взрослых Когда-либо играли в видеоигры И здесь нам на примере геймпадиков Это вот изображают И ну почему бы и нет Да Мы сразу опять же понимаем Блин, внушительно Почти половина Так-то мы дегенераты Не понимают, что 49% Это почти половина А так вот хоть прояснилось Так что вот такие вот советы нам От Звездных войн Пришли-подошли Прикольно И дальше уже ты идешь Следующая тема Тоже дизайновая У нас сейчас блок дизайн идет Если вы не поняли еще В России, говорит Создали шрифт И причем предлагают нам Эту тему Нейрон инсомниус Представляешь сам Скорее всего про роботов Какой-то шрифт Про фантастику Ну да Судя по его аватару В России создают государственный шрифт Для сайтов, министерств и госуслуг И вроде это будет не калибри Пишет сам Нейрон инсомниус На самом деле На те журнале Я тут не нашел про калибри Никакого прикола Я не понял к чему отсылка То есть Да, мне тут же хочется понять Теперь что хотел сказать нам Иностранец Вот Известие пишет В России появится специальный шрифт Для государственных услуг И реально Для Минкомсвязи Разрабатывают государственный шрифт Который будет использоваться На интернет-ресурсах Всех федеральных ведомств То есть Это, видимо, будет Поставил гайду Владимир Владимирович скажет Все Используем Так называемый РФ Санс А что ты сразу До Владимира Владимирович Так копался А что ты думаешь Кто-то будет ниже него Все Это он сказал Все сделали Сразу РФ Санс Скорее всего Будет выбран Авторы называют шрифт Гуманистическим гротеском Звучит, кстати, классно Гуманистический гротеск Не, ну это В типографике-то Это же два семейства Все Не буду предаться По-английски это произнести Просто есть гуманистический Есть гротеский И вот у них Характерные отличия Презентация шрифта РФ Санс Для того, чтобы шрифт РФ Санс Внимание РФ Рашин Федерэйшн Мадафакин Санс Не догадались Думали что-то другое Для того, чтобы шрифт Четко и хорошо выглядел На разных разрешениях И операционных системах Ведется работа Над различными аспектами букв Горизонтальные Вертикальные пропорции Контраст Длина Выносных элементов Апертура Насыщенность И у меня сразу Знаешь, какой вопрос Создается Какой самый главный символ Который должен быть В этом РФ Санс Как ты считаешь Мне кажется, это символ рубля Чем лучше будет символ рубля Сделан в РФ Санс Тем стабильнее валюта будет у нас Слушай, ты прям в корень зришь Ты, возможно, сейчас Взорвал вообще наших подписчиков Я думаю, что Меня должны взять Лабораторию Артема Геллера Как минимум Или компании Прототайп Которые, собственно, и занимаются Паратайп Паратайп Я не понимаю Почему это не Лебедев Не понимаю То есть, возможно Артемий Немножко отходит уже От дел Денежных И все-таки Ударяется в более Какие-то Наверное Какие-то, может быть К искусству поближе Кроссовки Что-то для души уже Что-то для души Найки То есть Ну, уже как бы РФ Санс Это все-таки Все не то Это суета Ладно Вот такая тема Идем дальше Напишите в комментариях Вообще, я вот От себя считаю Что единый дизайн Должен быть Консистенция Это круто И тот факт Что у Такой маленькой Но гордой страны USA Есть их Там тоже Они же там USA Design Guidelines Утверждали Общие, так сказать Для всех Вот тот факт Что у нас тоже Такое будет Это прикольно Почему бы и нет Соглашусь Соглашусь А у них есть Интересно В их USA Гайде Кириллица Окей А кстати Интересно Бесплатный Это шрифт будет Или нет Ну права Принадлежат Минкомсвязи Передадут Только вопросов Поэтому не расплатимся Я думаю Я тоже думаю Ладно Напишите обязательно В комментариях Что вы думаете Я уверен Что у нас найдется 100 чуваков Которые напишут Да вы уже там В своей России Зажрались Вы там Л-О-Л-О Люди Которые пользуются Шрифтом Сала Санс Да Да Возможно Возможно Напишите в комментариях Что вы думаете Обязательно А у нас дальше Очень интересная тема У нас интересная Заинтересная Как шутка за шуткой Жабы перепрыгивают На creativeblog.com Пацаны Осмелились Написать тему Про то Как же прикольно Сделать Интересный Классный Логотип Для супергероя Вот так вот То есть Говорит Все Каждый Дизайнер Каждый дизайнер Мечтает Придумать Такой логотип Для супергероя Который бы Использовался Действительно В фильмах Может быть В комиксах Может быть Прям вот Ну вот Где-то Использовался Так же часто Как используются Вот эти логотипы Которые мы рассмотрим Дальше Это самые популярные Логотипы Собственно Символы Символы Собственно Этих супергероев Которые все знают Я уверен Все их знают Короче Сразу начнем Погрузимся Нам авторы статьи Предлагают Супермена На первом месте И не зря Собственно Первый из Лицензированных Супергероев Это и есть Супермен От DC Comics Тогда еще Это был Как бы Не тот DC Который мы знаем Сейчас Но тем не менее Вот этот DC Comics Они придумали Логотип Вот этой буквы С Красной Который Кстати Вот этот красный цвет Это типа Так выглядит Красная планета Откуда собственно Сам Кларк Кент Криптонит Нет Криптонит Это вещество А он С какой-то С криптона С криптона Извините Желтая Это собственно Цвет Нашей Нашей Хотел сказать Земли Но нашей Звезды Солнца То есть Как бы Тут все Сочетается Сразу Он такой Знаешь Человек Оттуда И отсюда И супергерой И такая буква С Они очень уповают На то что Очень классная форма Самого логотипа Бриллианты Вот этот Видишь Бриллианты Он очень классно Смотрится на груди У супергероя Накачанная На вот этих Сиськах Мускулистых Он как бы Подчеркивает Форму Такую Прям вот Прям вот Ну супер логотип Тут интересный факт Что оказывается Это не буква С В Man of Steel В 2013 Раскрыто Что С По-криптониански Это Hope Надежда Вот так Вот так То есть Это Надежда Мэн Но это Они уже Я уверен Что это Они уже Придумали В 2013 Ты имеешь в виду Что в 1938 В оригинальных Комиксах Еще этого не было Само просто Супер Конечно Я уверен Более чем Но допустим Мы поверим в это И пойдем дальше От DC От DC Мы переходим К Marvel Один из самых Популярных Марвеловских Супергероев Капитан Америка У которого Та самая звезда Знаменитая звезда Его щит Со звездой Это его логотип И собственно Здесь тоже Немножко предыстория О том что Раньше щит у него был Между прочим Треугольный Без прикольчиков Но потом сделали круглый Потому что он лучше смотрится Такой прям Обтекаемый Классный И конечно же Звезда символизирует В том числе Штаты Которые он защищает Потому что Капитан Америка В том числе Входит в А не входит Я хотел сказать В Justice League of America Но это DC Comics Ну короче говоря Авенджеры Они так или иначе Защищают Мстители так или иначе Защищают Америку И эта звезда Символизирует Такое все в цветах Америки Тем более что он воевал На войне Там мы помним Еще чуть ли не Хотя нет Он-то во второй мировой Это Логан был в первой мировой В общем да По-моему и в первой Я сейчас не беру себя Не шарю Но тем не менее Он воевал Убивал немцев Короче В общем Такой супергерой Америки Капитан Америка Вот поэтому у него Такой логотип Который действительно узнается Дальше снова к DC Немножко отскочим Wonder Woman Которая на данный момент Достаточно популярна Так как вышел фильм Логотип Изображает естественно Вот эту W Даже двойное W Wonder Woman Вот эти вот Крылья Которые Кстати говоря Там что-то пишут В самой статье Что долго Утверждали Логотип Wonder Woman Сделать именно Такой С крыльями Что как бы Супер Вот эта Женщина Может летать Чудо-женщина Может летать У нее суперспособности Она такая прям Вот как этот логотип Такая Может все По факту По факту она может летать Может Она просто Это же полубогиня Как обычно По классике Так что да Продолжаем DC линейку Бэтмен Есть такой Супергерой Бэтмен У которого Как вы видите Охренеть Как часто Менялись Его логотипы Просто Охренеть Как часто Но каждый Художник Что комиксов Что Тот кто рисует Логотип для фильма Например Хочет все-таки Немножко приблизиться К тому что происходит Там в этом комиксе Вот К тому времени Может быть часто Время у Бэтмена Меняется Он то там в будущем То в настоящем И так далее И так далее В разных стилях Поэтому вот Логотип менялся Что вообще Можно сказать Про Это Каждый раз Придумывают Новый логотип Прям не чураются Не ссут Кстати Хочу я себя добавить Многие смеются И что Над логотипом Что над самим Вот этим То что Бэтмен Ходит Такой весь С ушками Вот это все Это Здесь надо сказать Что Изначально Придумка Еще давно Хрен знает Хрен в каком году Придумка Символа Вот этой вот Летучей мыши Является тем Что Чуваки Которые Криминалити Которые не Ноу криминалити Которые именно Криминальные пацаны Которые из Криминального мира Бандосы Они Пингвин Джокер Харли Квин Да Ну даже не такие А поменьше Которые там Торгуют оружием Наркотиками В Готэме Они изначально Ну все Все Мы знаем Все такие чуваки Они верят Приметам Поэтому для них Символ какой-то Летучей мыши Это как бы ужас Для них То есть Это как бы Для них это Плохая примета Увидишь летучую мышь И все Твое дело пропало Тебя там арестуют Приедет Готэмская полиция Ты видишь летучую мышь Подходишь к ней А там гребаный мотив Гук А там гук Потому что они научились Прятаться даже там Даже в Бэтмене Да Вот Поэтому Сам вот этот символ Летучей мыши Он Ну реально Очень узнаваемый Так же Практически так же Как Супермен Дальше пятое Панишер Какое тебе больше всего нравится Давай Честно только Мне естественно Не стесняйся Сейчас Не стесняюсь себя Мне очень нравится Всегда Всегда нравился Самый первый Оригинальный Бэтмен Тем более Что вот тот Который 1940 На оригинальном Конкретном Логотипе Этого Бэтмена Он цветной Во-первых Он синий Сам по себе Бэтмен То есть сама по себе Летучая мышь И там очень классная Такая надпись Бэтмен Как в стиле граффити Вот Здесь это не Хочешь сказать Здесь как-то Не полностью раскрыто Да Не полностью 1940 Охрененно Логотип Всем рекомендую Если я не знаю Куда вы его будете применять Он между прочим 25 лет просуществовал Потому что следующий Только в 65 Представлен Ну вот Мне нравится Бэтмен Архем Сити Который предпоследний Потому что он из игры Так сказать Мне просто прикольно Потому что я играл В том числе Мне нравится Один из оригинальных Логотипов Сейчас скажу какой Блин у меня так лагает Из этот сайт Я не знаю почему Очень сильно Там реклама запускается И возможно Вот какая-то из них У тебя прям долго запускается 92 года 92 года Это второй ряд Последний Он такой Тоже один из Классических Канонических Бэтменцов Ну вот Вот между прочим 93 Который например Нравится мне Он во-первых похож На имперские Он похож на Звездные войны Да А также он И на сам символ Повстанцев похож Да У них там тоже такая Не пойми лилия Не пойми какая хрень Вот здесь тоже Больше лилия Чем летучая мышь Ну ладно Это так Идем дальше Панишер Я даже не знаю такого героя Это один из героев Марвел Который кстати говоря Не очень-то и супергерой Он просто какой-то чувак Который практически Пришел с вьетнамской войны Потому что там греба Наймать его гуки Научились прятаться даже там Ну слушай Мы скорее всего Прострелили даже каску Даже каску Да Он надеется Что эта война Когда-нибудь закончится Но на самом деле Один из популярных Марвеловских героев Который Просто символизирует Обычного чувака Который знаешь Дошел до точки кипения Как Сол Майерс В Ксенусе Он нас любит Когда мы упоминаем Ксенус А мы просто Мы искренне его упоминаем Не для того чтобы набрать классы А потому что нам нравится Да Ну этот череп Который у него находится На логотипе Он просто вот Доказывает еще раз Что это такой чувак Классический Такой знаешь Пышет тестостероном Будем говорить И в общем Спокойно Разбирается С любой нечистью А дальше Спайдер Мена Да опять же Продолжаем линейку Марвел Спайдер Мен Классический Логотип Это естественно Его паучок Да он У него всегда был Разный паук Опять же как у Бэтмена Они изменяли Кастомили В зависимости от Хай-течности Самого костюма Самого Спайдер Мена Вот Ну здесь Я бы по нему тоже Посмотрел инфографику О том какие они были Да Было бы прикольно Было бы прикольно Ну и седьмое Заканчивает линейку Вообще вот В этой статье Сам DC Так же как и открывал Зеленый фонарь Корпус зеленых фонарей Логотип Собственно Старый Олдскульный фонарь Который вот держится На руке Практически Кто здесь Спрашивает Около калитки Во властелине колец Спрашивает Кто здесь Да Вот этот фонарь Прикольный Логотип Мне очень нравится Один из моих Любимых логотипов На самом деле У супергероев Очень классно сделан Тем более Что именно такой же логотип У зеленого фонаря Кто знает У него есть специальный девайс Кольцо Которое он надевает на руку И именно вот Этот символ Находится и на кольце У него же В том числе Конечно же Дисишечи Придумали кучу Разных других фонарей Как мы видим ниже Сам зеленый фонарь Это Как бы Олицетворение Уилл Пауэр Как здесь написано Зеленого Воля В играх Обычно так переводится Да Воля А остальные Сила воли Простите Уилл воля А уилл пауэр Наверное сила воля А остальные Собственно Там по желанию То есть зеленый Это страх И тогда Желтый это страх Красный Это прямо рейдж Такой Слушай Интересно Лор Посмотреть То есть Они все разные Возможно Кто-то из них злой Я уверен Более чем Вот конкретно В фильме Там же желтый Чувак Это было зло Паралакс Вот эта вот Тварь какая-то Космическая Непонятная Который Переродившийся Один из членов Совета Там зеленых фонарей Вот видимо Они все Разных цветов И там Зеленые фонари Они со всеми Сражаются Сразу напоминает Сейлор Мун Там у них тоже Каждый Каждый Я воин В матроске У них были Свои цвета Свои планеты Покровители И да А Пауэрэнджерс Тебе не напоминает А я в них Так никогда Не вникал Ну да Там тоже розовый Тоже Розовый Желтый Красный И синий Наверное Не помню Какой четвертый Ну вот Мы короче Посмотрели Все логотипы Супергероев Можно идти дальше По дизайну У них в Пауэрэнджерах На самом деле Как в зеленом фонаре Была некая база Куда они телепортировались И брифинги Слушали Че кого там И так далее Да Ну это так Вот просто Че я помню В общем-то Из детства Дальше Шерминатор нам пишет Привет парни Спасибо за подкаст Верхний отступ В кнопки от текста Должен быть такой же Как и нижний А может быть больше Или меньше Как вы верстаете кнопки Любопытно послушать Ваше мнение Я Заранее скажу Почему я эту тему Вообще включил В подкаст Потому что Павел Лаптьев Visual Maniac Он ее написал На Medium На Medium По-английски И упомянул там нас Ахренеть можно Он даже сделал скрин Того как мы делаем Кнопки И на самом деле Он Там написал Что вот смотрите Даже E-Web Design Заморачивается с пэддингом Даже Да Это понятно То есть Пэддинг это круто А что касается Верхнего и нижнего отступа Вот он у нас Ни хрена не разный Он у нас одинаковый И мы даже не запаривались По этому поводу Ооо Так нет Я Это позиция Это не халатность Это просто позиция Потому что Всем шрифтам не угодишь Ну ладно Давай так Смотри Он нам говорит о том Что есть кнопка У нее есть высота Height И есть line height Если их сделать одинаковыми По идее Текст должен быть идеально В центре Но не тут то было Он иногда съезжает Чуть вниз Чуть вверх Ну и опять же Там он идеально в центре Если смотреть Самую высокую букву И там нижнюю У которой там Дисцендер Вниз уходит И так далее Так А как сделать А как сделать Чтобы именно Вот Базовая Х высота Была Посередине Но он высчитывает С помощью магических цифр Говорит Что надо бы Сверху делать 22 Снизу 20 пикселей Отступ И так далее Но я вот так Никогда не хотел бы Делать Насрать В центре И в центре Главное Пэддинги Действительно Добавить Потому что Чтобы не было Таких проблем Как на Ну каком-то Из вторых Скринов Где Следующий текст Который в кнопке Есть На следующей строке Он переходит Туда вниз И выпадает Из кнопки Это прям Фу-фу-фу Некрасиво И Ну это так же Некрасиво Как когда текст Упирается в края Кнопки Без какого-либо Отступа И это говорит нам О том Что пэддинги Это все-таки Нужны И здесь Он нас В примеры Приводит Что даже Пацаны Из юэпдизайна Используют Пэддинги Что лестно Мы в одном Врезде Врезде Вреде С фреймер JS Farfetched Netflix Twitter InVision И вот мы Ну он просто Понимал Что кроме нас Больше никто О нем не расскажет Ну да Я сомневаюсь Что InVision В своем Каком-нибудь Шоу Будет Про него Говорить Но да У нас Пэддинг Сделан Верхний Чуть меньше Чем боковой Ну просто Потому что Больше пространства Визуально было Но по поводу Высоты Там Line Height И так далее Мы естественно Не заморачивались Просто потому что Это позиция И так получается Недурно Настолько сильно Выдрачивать На кнопки Я Ну как бы Не считаю Здесь нужно Не так Это все важно Главное Чтобы она По всем остальным Параметрам Там была Контрастная Конверсионная А вот уж Какие там Отступы И так далее Да ну нахрен Это уже Слишком лишние Заморочки Слишком лишние Новое Словосочетание Я придумал Здесь Дальше у нас Тема называется Грустное состояние Кнопок оплаты Джон Фриборн Нам рассказывает О том Что Свобода рожденная Он как дракона рожденная Так свобода рожденная Его видимо Во время фрилава Зачали И он теперь Свобода рожденная Так вот Все кнопки Разных платежных систем Они настолько Разномастные Настолько половина Из них неадаптивные И вообще отвратительные Говорит нам Джон Фриборн Что он даже Не знал Какое-то время Как быть И он вначале Рассказывает Что в принципе Он раньше подрабатывал Изначально Дизайнером Кредитных карточек И баннеров И делал даже Вот такую карточку С Остином Пауэрсом It's titanium baby И он говорит Ну это для старушек Типа Ну просто потому что Никто кроме старушек Уже не помнит Фильмы про Остина Пауэрса В этом смысле Была шутка у него Ну и он говорит Вот там допустим Мы делаем приложение Шоп какой-то Раннер И вот Кнопки оплаты Они все разные По длине Все разные Абсолютно По цветам По шрифтам По высоте Непонятно Все выбивается Из Вообще Из виду И Вот хотел ты Оплатить Apple Pay А ты А ты Запнулся Уже А Paypal И MasterPass Потому что Они Непонятных Размеров И до Apple Pay Ты уже не дошел Быстро глазами Ты не можешь Здесь просканировать И за что-то ухватиться Ну он нам Рассказывает Историю Почему так Что просто Такие вещи Как MasterCard Visa American Express И Кто там Четвертый Discover Они настолько Давно существуют Что у них уже Нету вот такого Мнения Что бизнес Надо вести Не только В так сказать Физическом мире В физическом пространстве Но и в цифровом И поэтому Просто Ну никто у них Не следит за гайдлайнами Не знает Как надо Как должно быть И поэтому Уже чувакам Приходится Чувакам В смысле Комьюнити В смысле нам Самим за них Что-то допридумывать И так далее И вот Ну мы В самом деле Знаем Даже выкладывали Еще там В бытность Нашу Только в паблике Когда выкладывали Еще всякое Был какой-то Или GitHub Репозиторий Или просто Какой-то Фриби По поводу Типа Иконки Систем оплат И там Они все сделаны Были в едином стиле Как раз Для того Чтобы ничего Не выбивалось Ну и он Прошелся Прям по очереди Вот например У PayPal Сейчас актуальных Три кнопки Одна из них Адаптивная Две остальные Не адаптивные Дублируют Друг друга Там в каком-то Еще старый логотип В каком-то Новый Ну в общем Полный раздрай И непонятно Почему Вот не возьмутся За это дело Серьезно Ведет он нас К тому Что В рамках Собственного Приложения Вы должны Заморочиться И сделать Чтобы кнопки Все-таки Выглядели Примерно Одинаково Надо использовать Гайдлайны То есть Заходить На сайты Конкретных Платежных Систем Смотреть Какие они Шрифты Используют Использовать Их Векторные Логотипы И так далее Которые Они естественно Всем предлагают Чтобы использовали Но Делать Общий Дизайн У кнопок Одинаковый Ну например Вот здесь Есть пример Шопраннера Который у них Все-таки Получился И там PayPal Visa Checkout Apple Pay Они одинаковыми Такими пилюльками Сделаны Продолговатыми Такими Прямоугольными Со скругленными Краями И Они в едином Стиле Несмотря на то Что в каждой Из этих пилюлях Все-таки Находится Тот самый Логотип Той платежной Системы Которую Вы можете Выбрать Но они В принципе Все три Немного Консистент Сделаны И это Правильно Здесь слева Есть И у Adidas Как на сайте Сделан Там Apple Pay PayPal Просто Ну Такими Большими Кнопками Край в край Сделано Похоже На jQuery Mobile Очень сильно Интерфейс Вот эти вот Стрелочки Которые У View Bag И Checkout Они прям Как в jQuery Mobile Ну это так Уже Чисто Наблюдение Да Чисто наблюдение И Ну в общем Да Надо Говорит Подстраиваться Под конкретное Своё приложение И заморачиваться За эти кнопки Потому что Вы Говорит Если этого Не сделаете Вы тупо Теряете бабки Люди Конфьюзятся Не понимают Как вам заплатить Уходят И платят Вашим Конкурентам Которые Уже Заморочились Сделали Все кнопки В одном Стиле Для того Чтобы Это все Выглядело Более солидно Не как Шарашкина Контора Но тыкали Каких-то JPEG По фишинговым Сайтам Полу Зашакаленных Полу Не пойми Какое Знаешь Вот В духе Вот этих Микро JPEG В самом Низу Типа Best Viewed In Internet Explorer 4 Или Netscape 4 Реально Вот этих Старых Которые Там Еще CSS Validation С вендорными Префиксами Так при этом При этом Эта кнопка Одна из самых Ответственных Которым Надо подойти Ты про оплату Да Ну естественно В том то и дело Здесь поэтому Джон Фриборд Нам и говорит Что блин Чуваки Отнеситесь ответственно Потому что Вы тупо теряете Собственные бабки Я с ним Полностью соглашусь Я вообще любитель Консистенции Что все было Примерно одинаково Что все по полочкам И так далее Поэтому Если у вас есть Какие-то оплаты То Или используйте Просто Яндекс Кассу У них там все по консистенции Сделано Или уже заморочитесь И делайте Прям вот Чтобы все было Одинаково Да Вот у нас Собственно Блог дизайна И закончился Переходим К светским новостям 57 минут у нас За спиной уже У нас осталось Буквально 33 минуты Да вообще Изи Смотри Светские новости Чувак ушел с медиума Угу Вся эта Статья Написана Не на медиуме Я вам сразу предупреждаю Некий Фатих Арслан Пишет нам На английском На английском Языке О том Что Ни хрена себе Говорит Я Говорит Вообще Любитель Пописать А вы Любители Почитать И я Нашел Недавно Для себя Медиум Не так давно И решил Писать Вообще Все что я думаю На медиум Потому что Он так Классно Сделан Был Так Все Все Минималистически Начали добавляться Он просто В какой-то Мент Сказал Все Будет у меня Свой сайт Который будет Просто Находиться На wordpress.com Вот так Причем Он Не стесняясь Забашлял им бабла Соответственно Он сделал Не просто Вот как обычно Вот этот Бесплатный Бла-бла-бла Wordpress.com Он купил себе Доменчик Ну я вот сейчас Пока Еще даже Ты до этого Момента Не дошел Я смотрел В инспектор Элементов Хотя вон там Внизу еще Фоллоу Сплыло Тоже мог догадаться Ну да Это wordpress.com Домен Arslan.io За хостин У них Соответственно Там может быть Он каких-нибудь Платных плагинов Типа Jetpack Он стопудобный Он говорит Я там за бабло Мне вообще Мне не стыдно Говорит бабки платить Просто главное Чтобы классно было На медиуме Ты хоть бабки плати Хоть не бабки плати Будет медиум А здесь я могу Закастомить Так как мне нравится И Все у меня хорошо Я прям Супер счастлив И доволен Что пишу теперь На своем личном Arslan.io Но У меня просто сразу Вопрос к этому Ко всему Получается Раз ты пишешь На своем Wordpress Мы знаем Что на wordpress.com Не особо большой комьюнити По крайней мере в России Ну Смотря с чем сравнивать Если сравнивать С очередью В Советском Союзе За колбасой Это вообще Маленькая комьюнити Ну да А если с нашими подписчиками То бесчисленное воинство Как у Хильма И Пади Ну Тем не менее Он отказывается От медиумского По сути Комьюнити Переходит Вот просто В какой-то Wordpress.com Ну а зачем ему Привязываться К этой площадке Хотя опять же Вот wordpress.com Это тоже определенные Комьюнити Которые могут там Вот эти звездочки Ставить Именно вот эти Фейвориты Wordpress.com Что Зачем Как Почему Не совсем понятно Но Да В этом отношении У своего домена Есть определенная гибкость Ну да Ну вот так Прикольно Что чуваки Некоторые уходят На wordpress.com Это даже забавно Я думал Этим уже не пользуется Никто У нас будет Блог по wordpress Состоящий Из одной всего Новости И там будет Подобная же Статья Тоже С такой вот Неутешительной Вестью А может быть Для кого-то И наоборот Утешительной Поэтому Двигаемся дальше Не переключаемся Хабр-хабр нам вещает Андрей из хабра Говорит Нашел такую Супер уязвимость Не советую Говорит Вам пользоваться Но Просто прикольно Заметил Это что перевод вообще А нет Это из песочницы Не советую Вам Он гений Да И сделал Ни для кого не секрет Может быть Кто-то интересовался На ask.mcdonalds.ru Можно задавать Свои вопросы И вам ответят Пацаны из Макдональдса О их еде О их обслуживании И вот этом фастфуде Которое они предоставляют Я туда заходил Когда Смотрел Типа Когда вернут Сэндвич Chicken Emmental Да-да-да Или там Chicken Miffy Который раньше был Такая гигантская Куриная булка Типа С майонезом С каким-то белым соусом И там на ASCII Действительно Периодически Задают этот вопрос Чуть ли не каждые полгода Типа Ааа Когда вернете Chicken Emmental И там вам всем сухо Просто каждый раз Отвечает Хладнокровно Это было сезонное предложение Мы рассмотрим Там когда-нибудь Сделать это опять Может быть Да-да-да Кстати сейчас Дорблю Chicken Burger У нас В Макдональдсе Он прекрасен Поэтому Действительно Сезонные предложения Это прям пушечка Ну вот А сам Андрей Собственно автор статьи Он почему-то Когда зашел туда И стал Оставлять свой отзыв Регистрироваться Он спалил Я не знаю Зачем это люди делают И вообще Как Может быть теперь тоже так делать Каждый раз Он взял Он взял и написал Просто скрипт Открыл скрипт Закрыл скрипт И написал Алерт Просто вызвал И у него вызвался Алерт Реально При реги Он такой Хм Так так Можно и стеночку Переподнять И начал просто Добавил свой Скрипт При регистрации Конкретно Я не знаю Он сделал это Он так пишет В таком числе Как будто Это можно сделать Типа Знаешь Он такой Ну вот Мне друг Гипотетически Рассказал Да Что можно Джессочку Просто подключить Свой любой скрипт Который будет храниться Это важно На HTTPS HTTPS Он просто На Google Диск Залил Короче Понятно Дал Ну в общем Полностью Как бы Написать в реги Короче при регистрации Он сделал так Чтобы у него скрипт Его вызывался Тем самым Когда ты регистрируешься И оставляешь комментарий Если Его опровнут Он появится Как бы на главной Сайта Макдональдса То тем самым Твой скрипт Будет действовать Уже на главной Ну примерно По Unsplash У них там есть Пул главный Да Пул просто Подтвержденный И Ну и Можно смотреть уже Непосредственно По авторам Все что они там Как-нибудь сделали Вот здесь примерно так же Можно наверное Все вопросы прям посмотреть А можно те которые Зафичерены Интересно Они фичерят Исходя из того Как они ответили Или исходя просто Из вопроса Все-таки Ну хрен знает Но если твой Комментарий Окажется на главный Да Если Ты все сделал правильно С тем самым скриптом То ты просто можешь Управлять Фактически Сайтам Макдональдса Если твой скрипт Это позволяет делать При помощи скрипта Ну он говорит Что масса минусов От такой Хреновой защиты Возникает У Макдональдса Во-первых Можно просто Репутации лишиться Некоторые Допустим Компании-завистники Компании-конкуренты Могут Потихонечку Исправлять Все На сайте Реально контент Исправлять Заменять Может быть Какие-то картинки Заменять Может быть В текстах Что-то править А они Но никто не спалит Это можно по-тихому Это можно было бы делать Но наверное Сейчас они уже закрыли Это прикол Он возможно Награду за это Все чизбургерами Тоже взял Картошкой Да Ты-то вот Никита был на Макдональдс До этого Я честно говоря Первый раз зашел Но особо там Нечего ловить Нет Там зависать Конечно нельзя Но вот я просто Вдруг ты мне Какую-то Кул-стори Расскажешь Не одной Я даже не стал читать Там тетки Как обычно Можно моему маленькому Мальчику фастфуд Да Можно жрать 7 бургеров В день Не сдохнуть Да Ну как бы можно Если все-таки Не 7 в день И не каждый день И вообще Да Они причем там Достаточно честно Отвечают Даже на такие вещи То есть Я не знаю Какая-то Вирусная реклама Ask.mcdonalds.ru Получилась Но реально Там вот Есть что взглянуть Следующая тоже Схабра Кстати у нас новость И Евгений Ворублевский Нам вещает о том Что он Испытал на себе Лично На своей шкуре Хотя мы с тобой Получается тоже Испытывали Точнее ты Я вот у себя Не замечал А у тебя не было Такого У меня реально было Но у меня Ну давай Ты прочитаешь фактуру Я скажу Я скажу Как именно Это просто начали Начали появляться Так Чужая симку Что было вставлено Вот Свой телефон Кроме этого Кроме этого Да Специальности А что за Таким дерьмом Это статьи Статьи с лепры Точнее с лурки С какой нахрен Лепры С лурки И здесь есть Так сказать История Я вот не знаю Как ее мне зачитать Она просто прекрасна Но всю ее зачитывать Уйдет минут 20 Ну давайте Попробуем Ты сможешь В трех словах Просто зачем Слушай Вот в трех словах Сложно Нам на примере Какой-то истории Такой так сказать Художественный Пытается рассказать Как работает блокчейн Действующие лица Коля, Вася, Таджики и Люда В скобках в эпизодах Здесь естественно Шутки-шутеечки И Ну вот да С тех пор Как о биткоине Вообще По-настоящему массово Заговорили Прошло 3 года Мы с тобой Не устаем хвастаться О том Что мы были в курсе Еще там 6 лет назад И это было реально Там как бы Ну я очень скептичный Я вообще не уверен Что Я вообще не уверен Что тогда Само понятие блокчейна Существовало Ну как Это изначально Технологии Это придумали С того, что Придумали блокчейн А потом уже Вокруг него Реализовали биткоин Как одну из Так скажем Реализаций Ну допустим Допустим Да Блокчейна Все транзакции Учитываются Как раз С помощью блокчейна То есть это В принципе Такая крупная Крупная база данных В которой Данные о всех транзакциях Содержатся Тут есть мемы По поводу того Что Сбербанк Тоже интересуется блокчейн И не только ООН То есть люди Многие пытаются Которые были В традиционном бизнесе Пытаются Зайти в Сеть В интернет И Как-то этот блокчейн Тоже использовать Хотя нет Я был Прав Я был Прав На Лепре Это было Не на Лурке Блокчейн Это дневник Который почти Невозможно Подделать То есть изначально Вот Коля решил Вести дневник Завел тетрадку Начал писать Первый Купил хлеба Второй Позвонил Геннадию 132 Дал Васе В долг 100 рублей 133 Детрахал Люду Вау 134 Покакал Вот это да Вот это я понимаю Жизнь Да Он очень старался Вести дневник честно И у него с кем-то Возникал спор О чем-то Что произошло Раньше Он доставал И тыкал Всем носом Свои записи Однажды Коля Сильно поспорил С Васей На тему того Довал ли он Васе в долг 100 рублей Или нет В момент спора У Коли Не было С собой дневника Но он Пообещал Завтра же Принести Все показать Васе Васе Решил не искушать Судьбу Пробрался Коли в дом Нашел дневник Долистал До строчки 132 И заменил И натрахал Олю Вместо Соответственно Дал Васе В долг 100 рублей Хорошо Хоть не Васю Он мог В попыхах Да И такое Написать На следующий день Коля достал Дневник Долго Искал В нем Запись Про долг Васи Не нашел Пришел Извиняться Прошел Год Вася Замочил Совесть Он признался Во всем Коле Коля Простил Друга Но решил На будущее Использовать Какую нибудь Более надежную Систему Записи Которую Нельзя было бы Так просто Подделывать То есть Он захотел Связать Уже Все записи Друг с другом Чтобы если ты Заменил какую-то Одну Тебе пришлось Заменить все Ну и кроме этого Он еще начал Хэши хранить То есть Он MD5 Суммы контрольные Начал высчитывать Из слов И хранить уже Их Блин Чувак Который просто Трахал Олю Трахал Люду Про Олю Это вранье Ну да Он действительно Он придумал Что мы Пишем условные Хэши 0-0-0 Это начальный Хэш Ну для простоты Можно ограничиться Четырьмя знаками Понятное дело Что в реальности Это все там Исчисляется Большим числом А потом мы Храним хэш От предыдущего Значения И нынешнего Ну и так далее И тому подобное Условно Заменить Ни хрена Нельзя Но Но Здесь будет дальше Сюжет о том Что Коли Открыл банк Он также писал В дневничок Записи Дал в долг Взял в кредит Снабжая их хэшами Банк разросся И однажды он дал в долг Уже новому Васе Миллион Другому Не тому первому Следующей ночью Десять нанятых Васи За полмиллиона Таджиков Пробрались в комнате Коли Заменили запись 143-313 Дал в долг Новому Васе Миллион На 143-313 Дал в долг Новому Васе Десять Что за жесть Ну грубо говоря Просто опять же Подделали запись И по-быстрому Пересчитали все хэши Вплоть до конца Дневника Ну то есть Мы понимаем Что алгоритм Стандартный МД5 сам И поэтому Мы просто можем Все это пересчитать Это будет долго Но полмиллиона За полмиллиона Таджики Это сделали Ну допустим Чудом Коля обнаружил Подмену И раз такое делаю Решил еще больше Усложнить Способ подделки Теперь решил Коля Я буду в конце Каждой записи В скобочках Добавлять Какое-нибудь число Нонс То есть Вычислять Нонс По-английски Вот это вот Нонс Н-О-Н-С-И А подбирать его Буду так Чтобы каждый хэш Заканчивался на 2 нуля И единственный Способ это сделать Тупо перебирать числа Пока не получится Нужный хэш Дополнительное Усложнение алгоритма В общем получилось Ну и вот Хранится уже Позвоню Геннадию В скобках 14 И это 3100 Хэш От предыдущего 4100 И позвоню Геннадию 14 Условно говоря Ну и везде Там заканчивается Типа на нули Для создания Каждой записи Коля теперь средним Нужно будет переработать Порядка 50 чисел Что трудозатратно Соответственно Если запись Кто-то подменит Подделка ее И всех последующих Будет тоже В 50 раз сложнее Это значит Что теперь Вася даже с таджиками Не справится Отлично В общем блокчейн Это не более чем Дневничок записи Который можно записывать Совместно И в котором Де-факто Невозможно подделать Старые записи То есть все Вот эта вот Монструозная база данных Она хранится И все Все транзакции Можно всегда посмотреть Соответственно Данные о том На каких кошельках Какие деньги находятся Они всегда есть В этом блокчейне Их можно туда Просто достать А непосредственно Все переводы Биткоинов Между кошельками Это и будут Как раз Те самые транзакции И они будут записаны Что кошелек такой-то Перевел столько-то В другой Ну и так далее Для того Чтобы вообще Так сказать В системе вообще Были какие-то деньги Биткоин например Если мы говорим Про его Именно эту реализацию Блокчейна Он сделан так Что каждая запись В дневничке Заканчивается словами Произвести Z монет И перевести их мне Где мне Это тот пользователь Кто первым угадал Нонс Который обеспечит Хэш С нужным количеством Нулей в конце Поверх дневничка С некоторым количеством Криптографии Можно строить Другие интересные системы Например Можно делать записи В духе Кто решит уравнение F от X Равно 14 Тот получает 10 монеток Соответственно Первая запись В дневничке Где будет предоставлено Решение Может автоматически Считаться Получателем монеток Вокруг этой И схожих идей Строится так называемый Контракт То есть Иными словами Блокчейн Это все равно Остается только Лишь базой данных В которой это написано А что уж хранить В этой базе данных От той реализации Которая у нас здесь есть И можем вокруг этого Как угодно спекулировать И так далее Потому что Здесь вывод Стоит помнить Что блокчейн Это не более чем Надежный распределенный Дневничок Никаких мировых проблем Помимо тех Которые можно решить Дневничком Блокчейн нам не решит А те проблемы Которые он решит Он решит Ценой гигаватт энергии Которая сейчас Тратится на подбор Нонсов По большому счету В пустую Вау Дневничок Да Слушай на пальцах Уже объясняют Про блокчейн Я продолжу Коммуницировать С нашими подписчиками Ведь именно Наша просьба О том Чтобы нам скинули Объяснение блокчейна На пальцах И побудило Вот эту ссылку Ага Я поэтому скажу Продолжайте Не останавливайтесь И скиньте Именно про контракты Уже Как в разных реализациях Непосредственно Эмиссия денег Происходит Вот Я боюсь Что мы вырастим С тобой какое-то Поколение людей Которые просто Зарабатывают На биткоинах Ну и пусть Что тебе жалко Что ли А мне не жалко Пусть деньги скидывают Хоть кого-то Мы вырастим Да Youwebdesign.ru Слышь донейт Вы знаете Куда скидывать Да Все на месте У нас Это Предпоследняя Была тема Из рубрики Светские новости Да Да Сейчас Google Мгновенный поиск На самом деле Такая же Мгновенная тема Как и мгновенный поиск Который Кстати говоря Убрали Оказывается Google Я-то и не заметил Мы-то мужики-то и не знали Никита-то и не знал А Google Отказалась От живого поиска Того самого Который Вот этот Google Instant Который вам Просто Когда вы Что-нибудь Вводите Сразу Сразу Показывал список Того Что вы Вводите То есть Даже если вы Первые две Буковки Ввели Например В поиске Google Он вам Уже Показывает Какую-то Выдачу Короче говоря Это убрали Просто из-за того Что все У нас сейчас Все мобильное Сейчас только Мобилы Уходим Не надо Нагружать Поиск Давайте оставим Везде Одинаково Без Google Instant Я по-моему Опередил Время Я периодически Об этом Тоже подумал Что вот это Говно Оно Только Больше С понтологии Сбивает Согласен И тот факт Что Надо на телефоне Это все убрать Это прям Вообще Из души Из моей взято Надо вообще Все на телефоне Убрать И без джавоскрипта Чтобы все работало Ну серьезно Оно прям вот Ну камон Будет напрашиваться Блогера Вот такая Вот такие светские новости Мы передыхаем Три минутки Две минутки Семь минуток Ну Какое-то время Мы обязательно Передохнем А Вы нам Пишите комментарии Предлагайте темы Прямо вот то Что у вас сейчас На языке Вертится Прямо вот Которая Как корову Языком Слизнула Вот именно Эти темы Нам предлагаете А мы Увидимся Уже после перерыва По традиции Раздел разработки Начинается У нас Темой Про хостинг Наш любимый Знаешь Есть такое русское слово Предваряет Предваряет Вот у нас Smart Tape Наш любимый Предваряет Раздел разработку Да Нет Ты должен был Да Ответить Вот как Джим Кеви Всегда говорит Да Просто скажите Да Хостингу Smart Tape Мы на самом деле Не будем лукавить Блин Вы как бы Нажмите ссылку Но вот только Вот у нас На Updesign.ru Да Там наша Реферальная ссылка Да Мы полагаемся На то Что вы будете Оплачивать этот хостинг Только через нас Да Мы Практически Живем С того Что вы Оплачиваете Свой хостинг Да Там знаешь Я просто скажу Там и оплачивать То нечего Практически Он не стоит Ни хрена Он дешевый Вот именно Вы даже не заметите У вас интернет В месяц будет стоить В два раза дороже Чем хостинг Smart Tape Это причем Так и есть Ну смотря какой Вы возьмете Конечно Ну ладно Это под звездочкой Это под звездочкой Да Еще раз Updesign.ru Слэш Smart Tape Если задумывались Вдруг брать Какой-то хостинг Понятно что Мы сейчас говорим Для людей Которые понимают Слово хостинг Хотя бы Просто если задумывались Попробуйте Smart Tape Идем В разработку В темочку Интересную Достаточно Да У нас здесь Сегодня единственная Темка И написал На мою Крис Койер Но не у себя На CSS3x На MediaTemple.net Это кстати тоже хостинг И этот хостинг Уже вот он пиарит Непосредственно У него тоже С незапамятных времен Он был И мы тоже им пользовались До кризиса 2014 года Когда пользоваться Американскими хостингами Стало нерентабельно Из-за курса доллара Дороговато Прям крайне Особенно с учетом того Что у них нету Никаких подсерверов Там где-то в Москве И так далее Ну то есть Смысла в этом вообще нет Пинги до них Да Достаточно большие То есть кроме Имиджа То есть в принципе Можно на MediaTemple Размещать сайт И майнить Биткоин кэш Ага И делать другие Имиджевые проекты Ну да Но у них же Подожди Хотел сказать Что у них API Тот самый Ну нет Это у DigitalOcean Это у DigitalOcean А что у DigitalOcean Есть в России? У них есть Где-то близко По-моему Хотя даже и в Москве Мощный API У них да У них получше Но MediaTemple Это что? Это хостинг А у DigitalOcean Это считается Облачный сервис То есть они там Именно Облака тоже продают Которые Он-демент Которые по времени Оплачиваются Ну и что же Крис Койер предлагает? Он нам говорит о том Что не нужно Полагаться слепо На статистику Которую мы получаем По браузерам Вот в мире Какая тебе разница Что там в мире Вообще Мы смотрели эту тему Как будто Мы не смотрели Сто пуду Она просто 26 июля У нас подкаст Еще не выходил С того момента Ни разу Ну ладно Давай так Просто Ну Тема сама Вот Именно Весь Цимис Или как это Цимус Он витает В воздухе То есть Напрашивается Эта тема Она как прыщ Назрела уже О том что Какой смысл Использовать Какие-то усредненные Статистики Если мы работаем С конкретной аудиторией И нам важно Именно Под эту аудиторию Работать Ну например Вот Мировой Финансовый кризис Хочется сказать Мировое распространение Например Какого-нибудь Браузера Допустим Старого интернет-эксплорера В мире 7 процентов Там С половиной Но если вы Зайдете И посмотрите Как у вас На сайте То у вас будет Скорее всего Там что-нибудь Ближе к 0,1 Так Потому что Ну вот если мы говорим О нашем сайтецком А ювебдизайн.ру Нас же читают И смотрят Сплошь продуктивные люди Сплошь Гении Веб-разработки Поэтому со старых Интернет-эксплореров Туда никто не заходит По определению И правильно делают Да Да Поэтому Надо Пользоваться Той статистикой Которая для нас Имеет определенное значение Он здесь Он говорит Что Ну да Он опять же Примеры приводит Что Я слышал Что 50 процентов На одном проекте Использовал Браузеров Е11 Е11 Это достаточно Хипстерская версия Браузера Которая Вот Вышла До Эджа Она Не очень Очень Недолго Просуществовала Она вышла Типа В 8.1 Виндовсе А вот В десятке Уже вышел Эдж И вот Это Ие11 Он просуществовал Прям Конкретно Недолго Поэтому Если какой-то Проект 50 процентов Ие11 Это прям Это вот Чуваки Они создали Уникальное Комьюнити Которое Прям Им надо Не растерять Потому что Объединить Настолько Больных Ублюдков В одном Месте Это Дорогого Стоит Согласен Так вот В CSS Tricks Говорит У нас Вот Всего 6 процентов На мобилах Сидят И Вот Ну Всегда Вот Со временем Было так Мало Поэтому Говорит Ну вот Если что-то На мобилах Не так Прекрасно Работает Ну и хрен Бы с ним Это не ваш Главный Приоритет Потому что В конце Концов Мы здесь Говорим О бизнес Процессах Если мы Ну у вас Работает Какая-то Команда Там Надверска И так Далее То Команда Это Человека Часы Это Оплачиваемое Время И Соответственно Если Вот Команда Работает Над Оптимизацией Под старый ИЕ А у вас Из старых ИЕ Два клиента И те Не платят А пользуются Пробной Версией Нахрена Вам Это Делать Очевидно Что Незачем Поэтому Ну да Здесь Говорит Все За себя Но Не стоит Забывать Про Progressive Enhancement В том Смысле Что Даже Если Вы Поддерживаете Старые Браузеры Вам Вовсе Не обязательно Воссоздавать Весь Функционал Самой Современной Части Сайта Для них Ну допустим Есть у вас Какой-то Паралакс Вы И без Этого Паралакса Проживете С чуваками Которые Используют Старый Браузер Потому что На самом деле Больше Половины Людей Которые Используют Старый Браузер Они Мать Вашу В теме Того Что Они Его Используют То есть Они Ожидают Что Они Куда Зайдут И что Будет Старое То есть Они Обычно Вынуждены Его Не поймут Потому что Они даже Не знают Что Он Существует Поэтому Определенные Фичи Нет смысла Пытаться Реализовать Абсолютно Для всех Есть смысл Их Включать Только Для тех Кто Их Реально Увидит Оценит И А для всех Остальных Предлагать Какую-то Базовую Версию Сайта То есть Опять же Ну Все вещи О которых Мы говорим Они Очевидны Здесь То есть Ты правильно Сказал Не обсуждали Или мы Это Подобные Вещи Мы точно Обсуждали Но Во-первых Интересно Об этом Сказать Еще раз Повторение Это мать Учения А во-вторых Интересно Посмотреть Что он Здесь Нам Говорит Про Инструменты Конкретно Вот он Говорит Про Google Analytics И Там Есть Возможность Например Google Analytics Включить Без Джаваскрипта Смотреть Кто там Ну Это очевидно Кто Использует Без Джаваскрипта Но Еще Важнее Можно Выгрузить Данные Например За последний Месяц О том Кто К тебе Заходил Эти данные Засунуть В Can I Use И Посмотреть Именно По Can I Use Уже Ну Вот что Процент Браузер Chrome Она Не так Репрезентативна Как ты В Can I Use Реально Видишь Что Допустим Фича Flexbox 95% Именно Твоих Пользователей Ее Увидят То есть Обычно Ты заходишь На Can I Use Там есть Глобальная Статистика Есть Статистика По Russian Federation А я Обычно Из Russian Federation Захожу На этот Сайт Так И Теперь Третье Ты можешь Из Google Analytics Подгрузить Свой Собственный Отчет И у тебя Будет Третье Global Russian Federation И Условно YouWebDesign.ru Ты сможешь Смотреть Насколько Посетители Нашего Сайта Будут Прогрессивнее Чем Все Человечество Чем Конкретно Российская Федерация И Исходя Из этого Уже Планировать Какие Фичи Имплементировать В каком Порядке И С какой Важностью Вообще Конечно Если мы Говорим Про Progressive Enhancement Есть Еще Такое Понятие Как Polyfill Джелоскриптовые Имплементации Допустим Каких-то CSS вещей Которые Ты пишешь В привычном Синтаксисе А библиотека Какая-то За тебя Отрабатывает Превращает Это В понятный Вид для Всего Остального Нужно Взвешивать Разумно Если Polyfill Будет Прям Крайне Раздутый И Его Полезность Будет Меньше Чем Ресурсы Которые Вы затрачиваете Всякие От Пространства Которое Вы Занимаете В кэше Браузера У пользователя До Времени Доступа К странице Тогда Наверное Не стоит Эти Polyfill И Использовать Вот Такая В общем Тема Ну Че Я Согласен С Крисом Коэром Надо Всегда Работать Под Свою Аудиторию Пытаться Сделать Для Всех Это Будет Пытаешься Угодить Всем Не Угодишь Никому Лучше Угодите Уже Своей Аудитории И Она Будет Более Платежеспособна Чем Вы будете Пытаться Работать На Какую Новую Непонятную Для вас Аудиторию Хотя Опять же Вот Он Правильно Трафик У вас Возрастет Ну Что Им Будет Приятно Пользоваться И Какой Нить Условный Джон Он Позвонит Билли И скажет Билли Youwebdesign.ru Это Отличный Сайт Потому Что На нем Крутая Мобильная Версия Билли Зайдет И увидит Что там Прячется Мадьего Чертов Гу Который Начался Прятаться Даже Там Тогда Это Джонни Блин Ну Мне Только Один вопрос Вот В этом Во всем Интересует Меня Почему Кроме денег Конечно же Почему Господин Коррискорр Написал Это На Медиатемпли Он давно Уже Пишет На Медиатемпли Мы Даже В нашем Подкасте Неоднократно Почему Именно Эта Тема Попала На Медиатемпли А не На Его Ресурс Он Почти Все Именно Интересное Пишет На Медиатемпли У него Такое Партнерское Соглашение На CSS Strix Он Курирует Уже Вот Только То Че Пишут Его Там Работники Но Он Сам Туда Тоже Пописывает Но Я Думаю Что Просто У него С Медиатемплом Соглашение На Раз В Месяц Он Тут Что Ни Публикует Или Два Раза В Месяц И Он Сам Решает Какие Статьи Более Или Интересные Потому Медиатемпли Они Борятся За Внимание Разработчиков Как Ты Можешь Понять Потому Что Криса Койра Его Знают И Он На Блоге Пишет Это Все Что Мы Выписали Статьи На Блоге Smart Tape Вот Так Вот Вот Так Вот Слушай Вордпресс Немножко Да Блог Вордпресс У нас Он Заметно Паредел Изначально В нем Было Три Темы Но Я Две Из них Дропнул Во Первых Потому Что Ну Они Вот Никак Не Вмещаются Вообще В этот Подкаст Ни по Смыслу Ни по Хронологии Поэтому А вот Тема Вот Эта Которую Я предлагаю Сейчас Вам Рассмотреть Паблишер А moving Back to WordPress After short Experiments With Medium Она напрямую Коррелирует С той Темой Которую Говорил Ты О том Что Чувак С Медиума Ушел На собственный Домен Причем На Вордпресс Так Там Не имело Значения Что Вордпресс Конкретно В этой Статье Имеет Во-первых Это С ВПТ Новость А во-вторых Здесь Ну Здесь Просто Конкретные Случаи Рассмотрены The All Thing Progress Film Score Rejects Это Чуваки Которые Перешли Обратно Сейчас На Вордпресс После того Как Поработали На Medium Основная Причина У них Была В том Что Medium Он Встроил Сейчас Рекламу Объявлений Рекламные Объявления Ваши Посты Причем Абсолютно Вас Не уведомляя Соответственно Ты получаешь Как бы Свой контент Который Уже Вот Исправляется Прям Не тобой И несмотря На то Что это Написано В Условиях Соглашения Medium Что контент Который Ты там Пишешь Он не тебе Принадлежит А Medium Так Но Как бы Они начинают Уже прям Затруднять Донесение Вашего контента До конечных Пользователей Поэтому Чуваки Они не подают В суд Что там Кто-то там Рекламу Размещал Да Medium Был в своем Праве Но они Просто Берут И по-тихому Сваливают Обратно На WordPress Потому что Там они Полностью Контролируют И Все Объявления И как Люди Заходят Ну Че говорить Это полностью Кастомное Решение Которое Тем более Фрилансеров Вордпрессовских На рынке Так много Что Я думаю Большинство Из этих людей Они даже И не останутся Без поддержки Этого Всего Изобилия Поэтому Надо Слушай Вот Задуматься Была новость Нам Предложена Я ее не включил В подкаст Но сейчас Сделаю Небольшой Анонс Просто потому Что по-моему Я ее перенес На следующую Неделю О том Что Twitter Сейчас Переживает Не лучшие Времена Там реально Прямо Акции У них Падают Какое-то Говно И Medium Я не знаю Он сейчас По акциям Так сказать По компании Отпочковался Твиттер или нет Но изначально Он был твиттерный И видимо У них тоже Все не очень хорошо Поэтому Поживем Увидим Будем опять же Вас держать в курсе Потом первой темой Девать какие-нибудь Новости Про Medium И Twitter Вместо Криптовалют Вместо Да Криптовалют Хотя Казалось бы Вместо Криптовалют Его уже Никто не займет Наверное Научпоп Типа Типа Научпоп Но он такой Светский Немного Научпоп Вафа Сайт Стрелка Точка Ком Очень Креативный Будем говорить Сайт То есть Очень интересный Сайт Может быть Кто-то Интересуется В общем Кто-то Интересуется Может быть Архитектурой Может быть Кто-то Интересуется Интересными Людьми Здесь промышленный Дизайн Тоже По-моему Да Это конкретно Московский Интернет-журнал Как я понимаю Там даже У них Бар какой-то Стрелка Бар Можно вдохновиться Даже у них На сайте Ском Их Вот этим Супер Брутализмом Зацени У них вообще Брутализм Четкий Он почему-то Нам предлагает Сам Вафа Абзинам Ссылку на 2011 год Может быть Это его Любимый Он сам Смотрел 2011 И нам Скинул с ней Может быть Он хотел Чтобы мы Именно проекты 2011 года Смотрели Здесь Вот зацени На 2011 Например Например Исследования Этого года Посвящены Москве И городским парадоксам Это собственно Вообще О чем Практически Здесь Объединение Москвы И Московской области Привело к возникновению Первого И возможно Единственного Гигаполиса В Европе Здесь просто Описывается Что вот И Москва Она так Супер Разрослась Стала Гигаполисом И можно Заценить Короче Студии Как раз 2011 Года Которые Занимаются Промышленным Дизайном Как ты говоришь Заценить Что они делали Посмотреть Что было Вообще В 2000 Какие были Выпускники В 2011 Году Я так понимаю Выпускники Чего А у них Есть институт Стрелка У них есть институт Стрелка Именно Стрелка.com Слэшру Слэшхоум И у них Лекции Воркшопы От экспертов Google Дотс Твиттер И так далее Я не знаю Насколько это Реально Какое-нибудь Бюджетное Учреждение Муниципальное Но оно Очень хипстерское Судя по сайту Я не знаю Как это внутри Но судя по фотографиям По сайту Чуваки с бородами Пьют смузи Как надо Да Это прям вот оно Это все оно Кстати Я так понимаю Мобильного Мы оттуда Даже рассматривали Пару статей Да Вроде что-то было Слушай А мобильного То у них нету Да Ну я сейчас тоже Посмотрел адаптивность Хромает Хромает Но зато брутализм Ну да Зато брутализм Я сейчас зашел Даже под айфоновским Юзер агентом Но тщетно Окей Следующая тема У нас вроде как Вообще классная Как я сказал Моя любимая тема Тоже в Афа Предложил Говорит Зацените 20 плюс Городов Которые ты Может быть не видел Раньше Сверху То специально Именно сверху Они сняты Потому что Никто сверху Не видит города Свои Это да Можно любые 20 городов В этой штуке Сфотографировать И скорее всего Их вы сверху Точно не видели Вот И здесь сразу Начинается С интересного здания В Индии В Нью-Дели Вот такого Как В форме розочки Вот Ну и в принципе Здесь очень много Фотографий Дубаи Я сейчас скажу Какая мне очень нравится Я сейчас скажу Какая мне очень нравится Ну стопудово Барселона Мне очень нравится На самом деле Знаешь что Дубай выглядит Прям страшно Амстердам Голландия Амстердам Мне очень нравится Вестердок Там классные Такие прям Лодки стоят На причале Я думаю Это даже не лодки Это сухогрузы Здоровые На самом деле Нам просто не видно Просто сверху Да Сейчас еще скажу Что мне нравится Завораживающе Выглядит Чех Репаблик Чешский Крумлев Очень хочется Сразу пивас пить Вот эти крыши Оранжевые Черепичные Пытаюсь доскролить На 17 Да Да Действительно пивас Хочется сразу Откупырить Хочется Потом Сейчас я скажу Еще что из интересного Здесь Такого Мне Дубай нравится Ну Дубай Всем нравится Я соглашусь С того что Дубай Это беспроигрыш Ну давай Я еще назову В Мексике Классный Такой Монумент To the Mexican Revolution Мексика Сити 20 В общем Слушай да Он прям выдается А мне еще Понравился Перу Это какой? 22 Там на самом деле Часть здания Она реально Низкая А следующая часть Просто в 3 В 5 раз выше Да Ну опять же Контраст Да Он такой Ну я бы опять же Сказал в стиле Дубая Может быть Потому что там прям Вот Простите меня За эту Аналогию Ремарку Да Аналогию Но вот во втором Варкрафте Нормально У орков У них основное здание Зал вождей Поначалу там такая избушка квадратная Потом следующая это Ситадел Там они её прям бронёй обшивают Такой металлической И в конце, я не помню как он по-английски Да я даже и по-русски не помню Ну типа замок Именно здоровый И там это уже типа Блэк-Рок Это уже в чёрной горе выдолблено И там именно шпили такие Горы И вот оно так же выглядит как Сейчас скажу какой пункт Как третий пункт Дубая Такие щупастые Вот эти хреновые Очень агрессивно, хищно выглядит Как собственно и все арабы Отлично Отличный у нас научпоп был Я не знаю, он как бы такой научпоп Светский, но прикольные темы Теперь темы слушателей парочка Ещё закинем и нормас будет Одна у меня У тебя одна А да, точно, я же сейчас забыл про Она по сути одна Именно как статья Потому что на Ура.ньюс Нам предложили тему Вы, говорит, видели вообще Что у вас там в Челябинске? Оказывается, нонсенс В Челябинском водопроводе Нашли ротовирус Власти отказываются Вводить режим Чрезвычайной ситуации И ты знаешь, на фотографии Изображена обычная вода В Челябинске Да, в принципе Вот В инстаграм надо выложить Вам что, это кажется Необычным чем-то, да? Вот, да, абсолютно Ну, как бы Да Действительно Была грязная вода И почему-то Ты признаёшь, что была? Не, я имею в виду По статье конкретно У меня ничего В центре конкретно Челябинска Не было ни хрена Просто это 28 июля Это так давно было уже Там динозавры уже ходили По-челябинску Я уже просто не помню Что это было тогда Да Но По статье конкретно Была грязная вода Но Её чекнули пацаны Из Всяких там Санпинов Хренинов Чекнули И поняли, что там Реально ротовирус ходит Вот Естественно Прямо вышагивали Власти немного начали Подотмазываться Дескать Да ничего-ничего Вы зря кипишуете Но Чрезвычайной ситуации Не ввели Не сказали, что Всё у нас там Не пейте воду Не пускали Пейте дальше Это просто слишком Перейти пешили Слушай, мне вот интересно Чем чревато Введение ЧАЭС Ну то есть Чё им жалко что ли В чём плюс И в чём минус Мне кажется Там сразу супер Разбирательство начнут А почему так А почему этот не досмотрел А почему мэр А почему хренер Ну то есть какие-то условные Чиновники Да Они могут лишить С своих постов Возможно это сразу Владимир Владимирович Позвонит Скажет в Челябинске Чрезвычайная ситуация Он Ни хрена Какая же в Кремле вода Какая же У меня тоже там ротовирус Он сам это с горшка Оооо Сидит Чё Так вот оно чё Серотонин выделяется Да Вполне возможно Но вообще Отвечая на вопрос Затронували это нас Меня нет Знаешь Я хочу ещё другое сказать Небольшой выпад Может быть людям Которые посмеются Вот этим Которые Типа Чё там Замкадам Эти чуваки У них говно течёт Они пьют Так Вот сколько я Воду так скажем Нюхал А я нюхаю воду Так Уже хорошо В Питере и в Москве И вообще То есть в Челябинске По сравнению с Питером И Москвой Отличная вода на самом деле Она не противная Она абсолютно не пахнет ничем В Калининграде Очень фторированная вода Она тоже противная До свидания Я пью чай И я чувствую вкус этой воды Я даже вкус чая Не чувствую там В Калининграде Поэтому в Челябинске Неплохая вода Если какие-то согласия Без приколов Без приколов То есть реально Ты просто открываешь кран Где-нибудь в Москву Или в Питере Вообще невозможно Она просто воняющая вода Вот реально Может быть Я просто попадал на такую Но хоть где Где я руки не помою В любой кафе Хи-хренехе Везде воняющая вода Вот так вот Так что я не знаю Чуваки из Москвы и Питера Переадресовываю Вам У вас там ротовирус Как сами Ничего да Чес Не надо вам Окей И последний Последний Анонимус Прокомментировал Говорит Часто в подкастах Выстёвываются продукты Адоб Почему Это И смех И грех Потому что Мы высмеивать-то высмеиваем А сами используем И считаем Что они В большинстве своих вещей Это лучшие продукты Да я вообще считаю Что многие фразы У нас здесь сказаны В шутку И Не то чтобы кого-то обидеть Особенно адоб Мы Да адоба как бы Нам до них ещё срать и срать Да Поэтому я считаю Что это Нужно воспринимать Просто как Моська Которая лает На слона Вот так Ну слушай Чё обоечка Ну да Обоечка Очень умиротворяющая Умиротворяющая Это конечно хорошо Но Да не очень-то Да Ты же помнишь Что главный вопрос Где здесь наш подкаст Ну наш подкаст Я думаю Что вот это гора На которой люди А люди это наши слушатели Слушай Здесь передняя гора Да Передняя гора Да все эти горы В наш подкаст И слушатели Они как бы взобрались На наш подкаст Получили своё удовольствие Вот это Оу е Да Покорение вершины Хайкингом занялись На нас На нашем подкасте Да Сейчас они возможно Достанут термосок А мы где? Термосок Это как термоштаны Только термосок А мы А мы Это возможно Это эти облака Которые сейчас Зальют дождём Как ты считаешь Они такие Блин нет Мы не успели Палатку раскрыть Фронтендер Бежит Подскальзывается Бегите Глупцы Он кричит Да Прям И Нерон Он сомниус Он всех выводит Из этой бури Думаешь он Гендальф Да А Вафа Абзи Где будет? Вафа Абзи Это вон А он с тёлками стоит Не-не-не Это маленький ребёночек В зелёной куртке В красных сапогах Да Это он Слушай Вон Я узнаю Вавку С тёлками Это анонимус стоит Анонимус Да Он такой Чё Доп Ктоп Рэдив Я сейчас скажу Чик Вот да Вот да Ладно Спасибо да Всем кто участвует В нашем подкасте Спасибо всем Кто предлагает Темы Я напомню что Можно подписаться На наши соцсети Вконтакте В Твиттере В Фейсбуке В Инстаграме В Гугл Плюсе Также там есть Телеграм-группа И Телеграм-канал В группе Неформальное общение В канале Только самое интересное Из событий Нашего проекта В iTunes Ставьте звёздочки Пишите отзывы В YouTube Ставьте пальцы вверх Пишите комментарии Подписывайтесь Увидимся уже через неделю С вами был Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачного всем дня Пока Пока